Призывник Антюшин Роман Александрович на призывную комиссию прибыл. На медкомиссии в этом году максимально удаленная рассадка. На обследование теперь обязательный пункт тест на коронавирус. Но дистанция, говорят призывники, чувство единства не мешает. А тесты заодно проверили на умение держать темп. Быстро все. То есть я сделал буквально сюда один день. На военную службу этой весной отправятся больше трех тысяч татарстанцев. По словам военных, у призывников отменное здоровье и хорошая подготовка. Несмотря на пандемию, призыв пройдет в полном объеме. А первая отправка в войска 21 мая. Раньше всех во всем центральном военном округе. Отправка воинских команды со сборного пункта республики будет являться прошедшими дезинфекцией пассажирским транспортом. Рассмотрен вопрос о пребывании воинской команды в пункте отправления изолированного от основного пассажиропотока. А инструктажи на службе теперь не только военные, но и профилактические. Для всех правило единое. Прием пищи раздельный, а размещение только социальной дистанцией. Сегодня татарстанцы проходят военную службу по призывам во всех воинских округах, лотах Российской Федерации от Калининграда до Камчатки. Заключены соглашения о шефстве с 52 воинскими частями. В их числе 9 боевых кораблей Российского военно-морского флота. А крепкая допризывная подготовка поможет пройти им службы в любом роде войск. Не только во флоте, но и президентском и преображенском полках. А некоторым в научных ротах. По словам экспертов, с каждым годом военной поприще выбирают все больше младых мужчин. А вот выбор альтернативной службы становится редкостью. Юлия Муратова, ТНВ, Казань. Программы и фильмы на сайте ТНВ.ру и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.